Вот весь профиль Модхеннесси, все бренды нашей компании по Центральной Азии. Ну, со многими знаком виртуально, тут смотрю некоторых ребят, с которым подписан на Фейсбуке и в Инстаграме. Всегда рад взаимным лайкам, подпискам. В конце покажу свой профиль и подписывайтесь. Потому что именно как компания Модхеннесси мы также проводим очень много каких-то тренингов, академий. И сегодня, вот сразу прононсирую, я не буду разыгрывать сегодня какие-нибудь призы, подарки на самом тренинге для всех тех, кто послушает сегодня, что-то узнает, запомнит. Завтра заходите в Инстаграм, на мою страничку будет небольшой квиз и небольшой подарок. Сразу вам покажу, вот такой привезен с Франции. Пускай это всего лишь миньоны, но это действительно подбор наших трех видов ассамбляжей, Very Special, WSOP, XO. И как только сразу закончится карантин, будет возможность отправить. Я лично посылкой отправлю в любой город этот приз тому, кто его выиграет. Это небольшой приятный бонус, так что и, конечно, в Бюро прокачки отдельно спасибо Иславе и самим организаторам, кто дал возможность провести такие тренинги. Сам прекрасно понимаю, что виртуальность многих уже немножко подустала, потому что нет возможности действительно проявить себя в работе, встречать своих гостей, сервировать им напитки. И, надеюсь, рано или поздно все это закончится. Какой плюс от сегодняшних занятий, от возможности проходить тренинги по интернету? Наверняка все замечали, что в связи с карантином у очень многих заведений, баров сейчас наступают очень трудные времена. Очень многие закрываются. Столько объявлений о продаже баров, ресторанов. Таким образом, останутся лишь лучшие и сильнейшие. И можете представить конкуренцию, в том числе и среди барменов, официантов, работников, кто будет претендовать на работу в оставшихся барах. Поэтому те, кто будет лучше, тот, соответственно, и останется. И всегда говорю отдельное спасибо всем тем, кто проявляет интерес не только к порфилю Мэдхэн, а вообще к повышению своих личных знаний и навыков. Ну что, давайте, скажем так, перейдем непосредственно к нашей презентации, к нашему тренингу. Действительно, сегодня я хочу представить флагман компании Мэдхэннесси. Именно нашего порфиля спиртных напитков, шампанского и вина. Это действительно величайший конечный дом Хэннесси. И если многие считают, что Хэннесси – это довольно попсовый, может быть, напиток, довольно раздекламируемый, мы это трансформируем в следующие слова. Действительно, конячный дом Хэннесси – это самый большой, самый известный бренд коньяка. Это не только самый узнаваемый коньячный дом, но и дом, который занимает самый большой объем продаж в категории коньяк. Раз это у нас самый большой объем продаж, это и говорит о любви потребителей именно к нашим брендам. Наша история, наше ноу-хау, наши традиции, которым уже больше 250 лет, все работает на имидж и, соответственно, передается вкусовым и ароматическим качеством наших напитков. И поэтому каждый из вас или каждый потребитель действительно может выбрать из многогранной и огромной коллекции ассамбляжей Хэннесси свой любимый коньяк, свое любимое проявление. От молодого, насыщенного, динамичного, very special, до более эксклюзивных, редких, парадий империал или Ришар Хэннесси, наших визитных карточек, наши жемчужины в нашей коллекции. Несомненно, огромная линейка эксклюзивных выпусков, которые готовятся и продаются исключительно на определенных рынках. В начальной презентации многие, может быть, видят Хэнесси Блэк, довольно интересный ассамбляж, который выпускается для американского рынка. Большая доля жженой древесины, дополнительная сладость, действительно вкусовые особенности приравнивают, может быть, равнят его, скажем, в неком образе с популярными бурбонами. Что по вкусу американскому потребителю, и не секрет, что в Америке основную долю продаж коньяка Хэнесси – это продажи среди, как говорят, африканского происхождения, да, афроамериканцев. Вот. И вот эта любовь афроамериканцев к коньяку Хэнесси, которая началась в 60-х, в 70-х уже годах, когда темнокожие артисты, музыканты стали набирать популярность и выходить на национальный уровень. И, как я всегда шучу, любой парничка, который поднялся с низов, и для него всегда кумиром является какой-то известный рэпер, и коньяк Хэнесси в руках этого рэпера – это некая черта, показатель, что ты чего-то достиг в жизни. Ну, наверняка все видели знаменитые картинки, фотографии известных рэперов, дорогие машины, много золота, красивые девушки, куча денег в руках, и, несомненно, коньяк Хэнесси. И вот эта любовь, которая трансформировалась исключительно, скажем так, в популярности, в продвижении афроамериканского населения, нашла отражение коньяка Хэнесси и в культуре рэпа. Сейчас, перед началом тренинга, мы все слушали рэп-композиции, и, вы удивитесь, более 6000 композиций в стиле рэпа, где, так или иначе, поется или описывается именно коньяк Хэнесси. Для китайского рынка у нас есть свои эксклюзивы, разновидность Very Special Classy VM, который, скажем так, подчеркивает Spicy Note, и, в отличие от Very Special в Classy VM, увеличена доля Spicy Note, что, опять же, хорошо ложится на пан-азиатскую кухню, и этот ассамбляж идеален на этом рынке. Ну, те, кто увидит, может быть, в Dutifree, или будет возможность, всегда купите себе Pure White. Такую разновидность нашего коньяка Хэнесси. Действительно, очень-очень светлый коньяк с доминантной нотой свежих насыщенных фруктов, даже, я бы сказал, с небольшой экзотической, экзотическими нотами. И, действительно, если многие барваны здесь присутствуют, наверняка знают, что коньяк, в принципе, не очень приветствует экзотические соки, может быть, яркие фруктовые соки, за исключением темных ягод, может быть, яблочного, с которым он хорошо сочетается. Вот. Исключение Pure White. Pure White и был создан для корицкого бассейна, и в том числе с большой долей, с большим упором на приготовление всевозможных экзотических коктейлей. Действительно, линейка очень огромная, очень большая, и каждый может найти, даже из базовой линейки, которая представлена практически на каждом рынке, свой идеальный ассамбляж. Ну, и начинать, начать я хотел бы, конечно, с истории дома Хеннесси. Почему? Потому что история, многие очень часто говорят, опять про работу рассказывают, кто основал дом, какие-то факты. На самом деле, история, которая складывает, лежит в основе имиджа и силы бренда, это самое главное, что есть в основе любого продукта. Мысленно себя спросите, по какому принципу вы выбираете тот или иной бренд одежды, какую марку автомобилей или часов вы предпочитаете. Действительно, на слуху известны популярные марки, и вы автоматически говорите, что марка автомобилей, например, Мерседес, действительно хорошая, а Феррари еще лучше. Ну, я надеюсь, что у кого-то есть Феррари, вот, ну, по крайней мере, все, каждый бы не отказался иметь Феррари, хотя сложная машина в наших условиях, невозможно ездить, дорогая вам служить, низкая посадка и кушает очень много бензина. Но, тем не менее, вот эта сила бренда сразу говорит у каждого и вызывает у каждого из нас отношение к этому бренду. Это все создается история дома. Если говорить о конечном доме Хеннесси, конечно же, это основатель дома Ричард Хеннесси, ирландец по происхождению, поэтому в наших жилах в том числе течет такая независимая, веселая, дерзкая, решительная кровь ирландцев. Он был капитаном французской армии, так называемый ирландский батальон, который воевал на стороне французов против англичан. И, получив ранение, уже решил оставить военную службу и принимает решение остаться во Франции в департаменте Шаранта. Это современный департамент Франции, где производится такой напиток, как коньяк. И в 1765 году Ричард Хеннесси основывает коньячный дом. Два принципа, которые он закладывает в основу производства своих коньяков. Несмотря на то, что в то время очень многие коньяки, даже не было регламента, что такое коньяк, как он должен производиться, были производители, которые делали всего лишь однократную перегонку, которые практически не производили выдержку своих спиртов и так или иначе продавали свой напиток под названием бренди вайн из городка коньяк. То есть жена вино из городка коньяк. Ричард Хеннесси же, возможно, заглянул в будущее. Он предусмотрел, что коньяк прославится именно выдержкой. Поэтому он целенаправленно закладывает один из первых специальных погреба, то есть места, где будет проходить выдержка коньячных спиртов. И второй важный принцип – это качество выпускаемого продукта. Действительно, сейчас мы говорим, что любой коньяк Хеннесси – это верх качества коньяков без каких-то лишних слов воссовства. Как вы видите, что даже завоевание рынков началось, конечно, с поставок ко двору французского короля, как и многие производители того времени, потому что именно продвижение начиналось через титулованных королевских особ. Вслед за королевским двором на протяжении конца 18-го, начала 19-го века практически все дома Европы, где был представлен коньячный дом Хеннесси. Для бартендеров, конечно же, очень важно – это первые поставки на американский рынок. Они датированы еще концом 18-го века, 1794 год, архивные документы подтверждают о том, что коньяк Хеннесси уже поставлялся, вгружался на американский рынок. Если теперь мы вспомним, что действительно становление коктейльной культуры, как таковых баров, началось лишь с начала 19-го века, и упоминание слова «коктейль», и первые коктейльники, коктейльные справочники Джерри Томаса. И вот справочник Джерри Томаса именно 1962 года, первое его издание, если вы его внимательно посмотрите, найдете в электронной библиотеке, вы удивитесь, как много коктейльных рецептур Джерри Томас готовит на основе коньяка и бренди. В последующем, конечно, поставки коньяка, в том числе и Хеннесси, так же, как и вино из Франции, и в большей части из Европы, поразило страшнейшие геометалоксеры, которая снизила не только объемы производства, но и, конечно, объемы поставок. Американский рынок не получает достаточную долю французских вин, и, соответственно, бренди и коньяка. И вот тогда как раз происходит переломный момент, и даже в коктейльной культуре, барной культуре, на смену популярному коньяку бренди, крепленным вином, с Европы постепенно начинает приходить джинн и набиравший популярность американские виски. И та же самая книга Джерри Томаса, но уже третье издание 1988 года, как раз в разгар эпидемии филоксеры, показывает, что те же самые рецепты коктейля, которые вначале указывались на коньяке, теперь Джерри Томас трактует готовить или на коньяке, или на виске. Что из таких вот самых распространенных мифов наверняка слышали, не в обиду большинству производителей бурбонов, которые говорят, что минджулип – это исключительно американское изобретение, коктейль южных штатов, коктейль исключительно на бурбоне. Но Джерри Томас в первом издании как раз обращает внимание, что минджулип готовится на основе коньяка. Это немножко такое отступление, потому что все-таки многие бармены, им тоже интересна тема коктейля. И я бы сказал так, всегда говорю, что, на мой взгляд, этому есть очень много действительно доказательств и в выпуске архивных документов многих коньячных домов, что коньяк действительно, возможно, стоял у истоков именно коктейльной культуры. Если мы даже слово «коктейль», которое было упомянуто в газете «The Balance», разложим на составные части, мы увидим, что это не что иное, как рецепт олд-фэшн, да, старомодного коктейля. Ну, а коктейль «Сазырак» – это исключительно коньячный коктейль. Также очень много других великих коктейлей, которые были заложены, и на сегодняшний момент являются классикой, коктейльной классикой. Тем не менее, после Америки начинается завоевание многих других рынков от Европы до Австралии, Японии и даже таких экзотических далеких стран. Да, к началу 20 века более 100 рынков, где был представлен коньяк Эннесси. Один из первых, кто переходит на розлив коньяка и продажу коньяка не в бочках, потому что бочки – это всегда но-нейм, это всегда покупка вслепую, а продажи коньяка в бутылках. Тем самым мы формируем основу нашего бренда, основу нашего имиджа. Ну и, конечно, самые важные цифры в нашей истории после того, как мы основали дом. Год основания вы всегда можете посмотреть на этикетки, и это действительно свидетельство нашего опыта в создании коньяков более чем 250 лет. Первое веко, 1817 год. Английский король, будучи на тот момент принцем, будучи король Англии, Георг IV, обращается в конячный дом Хэнессис с просьбой приготовить эксклюзивный ассамбляж. И в письме он указывает его характеристики. Коньяк должен состоять из уникальных, редких, эксклюзивных, превосходных спиртов, иметь большую выдержку, но быть бледной окраски. Слово «пэл», то есть бледная окраска, бледная окраска применялась в то время не к цвету напитка, исключительно к терминологии выдержки, к технологии выдержки коньяка. Бочки, в которых выдерживаются коньяк, как и бочки для многих выдержанных напитков, обязательно сжигаются изнутри. И таким образом есть понятие «новая и старая бочка». Новая бочка свеже сделана, свеже обожженная, и поэтому молодой УДВИ, который залит в новую бочку, довольно быстро впитывает в себя цвет этого жирного дерева и очень быстро приобретает темную окраску. За довольно непродолжительное время. Тем не менее, бочки могут быть старые, то есть бочки уже ранее использованы и ранее залиты в УДВИ. Вот такие бочки уже потеряли часть тонинности, потеряли часть, соответственно, своей окраски. И новая УДВИ, абсолютно бессветная жидкость, которая залита в старые бочки, на протяжении 15-20 лет может иметь слегка золотистый оттенок, то есть не приобретает такой темный насыщенный цвет. Это одно из заблуждений, но тем не менее, сейчас это до сих пор культивируется и до сих пор встречаю это в каких-то там тренингах, особенно производители бренди в других странах, которые до сих пор учат и говорят, что качество напитка, качество коньяка можно определить исключительно по цвету. Чем темнее, тем, соответственно, старше и дороже. Это не соответствует действительности, потому что все зависит от того, какие бочки использовались и сколько времени проходила выдержка. 1817 год. Дом Хеннесси создает данный ассамбляж по тем критериям, как назвать данный ассамбляж, чтобы выделить его среди другой линейки коньяков, подчеркнуть его какую-то особенность. Мы, недолго думая, берем действительно слова с письма английского короля. Very Superior All Pell. Очень превосходный старый бледный. Таким образом, появляется не только название марки коньяка, как Хеннесси в СЛП, но это первая, скажем так, классификация коньяков, которая была заложена. То есть эти буквы стали впоследствии не просто синонимами, скажем так, каких-то качеств ассамбляжа, а четкой классификацией коньяков. И теперь действительно выдержка и категория в СЛП есть практически в линейке любого коньячного дома. Но первый, кто придумал, кто внедрил эту классификацию, это был коньячный дом Хеннесси. Интересный год 1819, конец 1818, одни из первых поставок в Российскую империю по заказу императрицы Марии Федоровны для своего сына, будущего императора России Александра I. Заказывается необычный ассамбляж, эксклюзивный ассамбляж. И коньячный дом Хеннесси готовит этот ассамбляж и поставляет его на российский рынок под трактовкой эксклюзивный императорский ассамбляж. Лишь несколько бочек, один или два раза в год отправлялись в семье Романовых. И так продолжалось вплоть до революции. Но потом, конечно, поставки были забыты. Но эта цифра нам еще пригодится, потому что именно спустя практически века, чуть больше века, в 2011 году, коньячный дом Хеннесси, помня об этом императорском ассамбляже, воплотил его в новом проявлении в эксклюзивном коньяке, как Хеннесси, парадии империал. И слово империал подчеркивает, что это действительно не просто дань уважения тому первому императорскому ассамбляжу. Многие думают, что это повторенный рецепт, нет, это абсолютно другой коньяк. Но действительно, то, с какой эксклюзивностью, как создается парадии империал, он действительно имеет право называться императорским, как дань уважения нашей истории и вот тем поставкам в Российскую империю. Ну и, конечно, еще две цифры, потому что, говорю, важные цифры, важные вехи нужно знать. 865 год. Ну, во-первых, столетие нашего дома. Действительно, коньячный дом на слуху, коньячный дом Хеннесси довольно успешно продается и пользуется популярностью. В этот год совершается первая, можно сказать, коньячная революция. На сегодняшний момент то, что было придумано в то время в Хеннесси, ну, сейчас этим никого не удивишь. Но на тот момент это действительно была революция в коньячном производстве. Для обозначения выдержки коньяка, то есть сколько времени спирта проходит, выдерживается в бочках, дом Хеннесси начинает использовать на этикетках знаменитые звезды. Есть красивая легенда, что звезда, скажем, звезду взял на тот момент потомок, уже основателя, Моррис Хеннесси, да, глядя на ручку у окна своего рабочего кабинета, хотя звезды довольно популярный символ, он представлен в штаб-квартире, есть ручка со звездой дома Хеннесси, да, и все говорят, что это эта ручка. Ручка есть и в нашем, скажем так, фамильном имении Шато-де-Банале, есть ручка со звездой. Но это, конечно, красивая легенда. Тем не менее, символ стал использоваться, и это действительно была революция. Почему революция? 19 век. Как вы думаете, сколько населения во Франции могло что-то прочитать? Действительно, не больше 2% населения обладало грамотой, и поэтому какую-то информацию с этикетки прочитать, что за продукт у них в руках, могли лишь единицы. Звездочки, как некие символы, были понятны всем. Недаром мы сейчас шутим, до сих пор это шутка старого советского фильма, что одна звезда – это хорошо, три – это еще лучше, а если увидеть пять звезд, это вообще великолепно. Действительно, это была революция, и опять же, многие производители и бренди во многих странах, да, до сих пор используют эту классификацию, и используют звезды, как отражение выдержки своих напитков. Но здесь есть еще один небольшой такой нюанс, небольшой момент. Архивные документы, которые хранятся в доме Хеннесси, действительно подтверждают и гласят следующее. Это действительно записи и архивы именно этой классификации. Одна звездочка рисовалась на этикетку коньяка Хеннесси лишь в том случае, если ОДВ провел в бочке не менее двух лет. Таким образом, в 65-м году, выпуская и представляя на рынок Хеннесси три звезды, это был ассамбляж коньяк примерно шестилетней выдержки. А что характерно, коньяк три звезды, это прообраз современного Хеннесси Very Special. И вот это доказывает тот факт, что практически вся линейка коньяков Хеннесси в два раза старше, чем регламент производства коньяков, который регламентируется в регионе Шаранта. Да, есть строгая классификация, по какой системе могут присуждаться категории у коньяка, они четко соблюдаются, особенно то, что касается выдержки спиртов. И классификация гласит, что аббревиатуру Very Special можно поставить на коньяк, если самый молодой спирт в ассамбляже имеет выдержку всего лишь два с половиной года. Но не это принцип коньячного дома Хеннесси. Средняя выдержка спиртов Хеннесси Very Special примерно составляет как раз 6-8 лет. То есть действительно и Very Special, и Высупий, и Extra All это коньяки, которые в два раза старше регламентируемой классификации. Еще один такой современный, скажем, такой тренд, довольно новый. Дело в том, что буквально с 48-го года правил и регламент классификации коньяков не менялся. И первое изменение было как раз внедрено по настоянию, по долгому требованию коньячного дома Хеннесси. Было произведено в прошлом году, в 2019-м, для категории Extra All. Если раньше Extra All могли обозначать свои коньяки те производители, где в ассамбляже присутствовал самый молодой спирт возрастом 6,5 лет, то по настоянию дома Хеннесси, потому что мы давно придерживаемся правил большей выдержки, действительно, с 2019-го года категория XO может ставиться на этикетку лишь в случае 10-летнего минимального спирта в ассамбляже. Поэтому обратите внимание, не буду говорить, у каких коньячных домов из линейки исчезли категории коньяков Extra All. Им на смену пришли другие вымышленные названия, другие подкатегории. Вот, ну, XO как бы исчезла. Они не захотели менять рецептуру, полюбившуюся, но это прямой показатель, что они не соответствуют, скажем, требованиям этой классификации. Это был 65-й год, 100-летие дома, классификация звезд и появление знаменитого Хеннесси-три-звезды действительно прообраза Хеннесси very special. И последняя такая важная дата 1870-й год. Именно в этот год представляет коньячный дом Хеннесси эксклюзивный ассамбляж, который маркируется понятиями как Extra Old, очень старый. Смешивается лучший историчный момент у спирта коньячного дома. Возраст многих доходит до 35-40 лет. Первоначально этот ассамбляж был только достоянием семьи Хеннесси, гостей, которые посещали фамильный дом Хеннесси, но впоследствии он стал доступен для многих потребителей, для многих покупателей. Что характерно, именно категория Extra Old у других коньячных домов появилась спустя примерно 60-70 лет. Вот на протяжении довольно долгого времени коньячный дом Хеннесси был единственным, кто представлял коньяк Extra Old на рынке. Вот почему, если вы посмотрите декантер бутылки, современный декантер бутылки Extra Old, вы обязательно увидите стикер, на котором написано The Original XO, то есть тот первый оригинальный Extra Old. Ну, такие факты, как одна из первых рекламных кампаний, которая была запущена именно связанных с коньяком Хеннесси. Да, к 30-му году и по сегодняшний момент мы держим эту, скажем так, этот рейтинг действительно у коньячного дома Хеннесси самый большой по объему запас коньячных спиртов и один из самых старейших архивов коньячных ОДВИ. Ну, самый старый коньячный спирт, который находится в погребах дома Хеннесси, датирован 1803 годом. Это не рабочий спирт, хотя спирта 1830-1850 годов. Это спирта до филосферного периода, спирта из винограда Фольбланш, а не современного Унеблан. Это рабочие спирта, действительно, они входят небольшой частью в вершину, в самый лучший ассамбляж дома Хеннесси, именной коньяк Ричард или Ришард Хеннесси. Конечно же, вот если мы говорили о Экстраол в 1947 году, знаменитый дизайнер Жерар Дежоффер, создает и уникальный знаменитый декантер, который воплощает всю идею коньяточного дома. Есть небольшой анекдот, забавный случай в истории дома Хеннесси, что говорят, что в момент презентации этого дизайна на вопрос, что символизирует мой декантер, он услышал ответ, что кому-то это напоминает скрипку, велончель, кому-то даже женскую фигуру. И, как любой художник, немножко расстроился, потому что его дизайн и его творения немножко не поняли. На самом деле вдохновлялся он гроздью винограда. Чтобы это понять, нужно просто перевернуть кверху дном наш знаменитый декантер, и вы действительно увидите символ гроздья винограда. Что ответил коньячий дом Хеннесси? Если дизайн символизирует все прекрасное, что есть в нашем мире, музыку, женскую красоту и виноград, с которым мы делаем наш коньяк, это действительно идеальный дизайн для наших декантеров. И вот уже скоро сто лет будет, как декантер для, ну, это уже не бутылка, это декантер, действительно, графин для розлива и Хеннесси экстраолт остается неизменным. И вся наша линейка экстра рейндж также разливается в декантеры схожей формы. Формы, которые напоминают и гроздь винограда, и женскую фигуру, и музыкальный инструмент. Ну, и, конечно же, именно коньячный дом Хеннесси стоял у истоков, в том числе объединение с домом шампанских вин, Мэйд Шандон, и создание компании Мэйд Хеннесси в 1971 году. И потом, впоследствии присоединение бренда Луи Витон дало рождение самому эксклюзивному концерну в мире, который специализируется исключительно на предметах роскоши. Это концерн L.E. Мэйд Хеннесси Луи Витон. Ну, такой действительно забавный момент. Пишемся мы сокращенно L.E. Мэйд Х, а произносимся как Мэйд Хеннесси Луи Витон, ставя на первое место именно Мэйд Хеннесси. Да, несмотря на то, что L.E. Мэйд Х включает и, конечно же, все возможные бренды из мира или дома, как мы их называем из мира, роскоши, парфюмерии, косметики, ювелирных украшений, да, фэшн-индустрии и, конечно же, спиртных напитков, шампанского и вина. Это наша история. И создание эксклюзивных ассамбляжей Паради, Ричард Хеннесси, Таймлес, Файн де Коньяк, Эклипс, да, Бьюти Де Сейкл. И многие очень часто спрашивают, какой самый дорогой коньяк в линейке коньяков Хеннесси. Ну, из тех коньяков, которые я видел, как раз Бьюти Де Сейкл, который представлен исключительно в шоуруме коньячного дома Хеннесси. И заказать его можно тоже непосредственно прямым обращением в коньячий дом Хеннесси. Цена этого коньяка варьируется в один год в одну поездку. Я видел его по стоимости в 170 тысяч евро, а в другой год по стоимости уже 240 тысяч евро. Это все зависит потому, что действительно эксклюзивное ручное изготовление. Готовится только по спецзаказу эксклюзивно всего от самого коньяка до упаковки. Там действительно хрусталь бакара, эксклюзивный декантер, четыре хрустальных больших бокала. Все это упаковано в большой сундук с карты региона Шаранты. И, конечно, 2011 год создание Паради Империал. Как мы сейчас говорим, максимального выражения искусства изготовления коньяков. Это максимальное выражение элегантности, четкости и изысканности. Как же создаются коньяки Хеннесси? Конечно же, большинство правил, по которым создаются наши коньяки Хеннесси, они те же самые, что и любого производителя в регионе Шаранта. Но у нас есть свои особенности. Именно эти особенности определяют стилистику любого коньячного дома. Чем отличается коньячный дом Хеннесси? Во-первых, для начала, если мы говорим, что регион Шаранта, то место, где может производиться коньяк, занимает по виноградникам более 75 тысяч гектар. Собственных виноградников у дома Хеннесси лишь 180 гектар. Хотя для производства того объема коньяков в Хеннесси нам необходим виноград примерно с площади более чем 30 тысяч гектар. Таким образом, мы говорим, мы не винмейкеры, то есть мы не производители винограда, мы не выращиваем виноград, мы делаем коньяк. Действительно, мы сотрудничаем с более чем 1600 производителями и виноградарями региона Шаранта, покупая лишь лучший виноград с определенных земель региона Шаранта. Ну, сейчас на 90% сорт винограда коньячный дом Хеннесси практически моноконьяки, которые делаются исключительно с винограда у Небланен современный сорт, кто-то относит его и к прообразу Требьяна, итальянские корни, кто-то к Савьон Блану. Действительно, культивированный, привитый к американской лазер. И получилось так, что, во-первых, это были одни из первых попыток культивации именно этого сорта в регионе Шаранта, как борьба с филоксерой. Впоследствии показалось, что этот сорт идеален по соотношению кислот и сахара, что как раз очень важно для приготовления в первую очередь кислотного вина и во вторую очередь после дистилляции дает очень ароматный ОДВ. Действительно, именно вот эта особенность, баланс кислоты и сахара и определила у Неблан, как основной сорт для производства коньяков. Хотя по классификации, по регламенту допускается еще несколько сортов, некоторые из них могут достигать в ассамбляже не более 10%. Весь регион 6 земель, но дом Кеннесси берет виноград и делает ОДВ исключительно за виноград из 4 центральных земель. Гранд Шампань, который дает сильный ОДВ, который имеет очень большой потенциал для дальнейшей выдержки. Пти Шампань это виноград, который обладает ОДВ, который обладает элегантностью, фруктовостью, полнотелостью. Борд Ви это округлость, легкость и цветочность и Финбуа это свежесть и, я бы даже сказал, такая некая хрустящая хрустящая у этих ОДВ. Таким образом мы уже закладываем коллекцию нашего ассортимента, коллекцию, нашу коллекцию различных ОДВ, что впоследствии послужит основой для наших ассамбляжей. Конечно же, любое вино обязательно подвергается перегонке, традиционный шаранский аламбик, схематично это его схема, некоторые дистиллерии используют немножко модифицированные аламбики, главная особенность это дополнительный преднагрев перед второй дистилляцией так называемой после получения бруи и получения бон шафе идет дополнительный преднагрев сусла виноматериала. Тем самым снижаются потери, тем самым лучше раскрываются ароматические вкусовые качества ОДВ. Конечно, дом Хеннесси владеет тремя собственными дистиллериями, да, а также весь объем наших ОДВ конечно же выпускается плюс еще на 19 партнерских дистиллерий, таким образом 22 дистиллерии работают и делают весь запас ОДВ для конечного дома Хеннесси. Чтобы получить 1 литр ОДВ нужно перегнать в среднем 9 литров вина. Ну, как мы все знаем, отсечка идет, если говорить традиционным способом, это головы, сердце, хвосты, но мало может быть кто знает, что есть еще так называемые первичные и вторичные головы. Да, таким образом условно можно сказать, что действительно весь спирт, который получается после вторичной или в процессе двукратной перегонки делится на 4 фракции. И вот лишь четвертая часть, да, чистейшее сердце отправляется на выдержку в бочке. Бочки строго рекламентированы, лес Транцей, лес Лимузен, конечно, дом Хеннесси использует дуб, французский дуб с обоих этих лесов. Один лес дает более твердую древесину, что придает спиртам большую полнотелость, силу, насыщенность. Мягкая древесина, мягкий дуб из леса Транцей передает и раскрывает в спиртах именно цветочные и фруктовые ноты. Мы используем бочки разного объема от 270, 350, 540 литров. На данный момент у нас 45 погребов, где примерно, потому что цифра постоянно меняется, до более 380 тысяч бочек, в которых находится весь объем наших коньячных ходовей. Повторюсь, от самых старейших до молодых. Мы используем как новые, так и старые бочки. Ну, ежегодно примерно в Думхенусе закупает в среднем от 10 до 10 тысяч различных бочек. Да, это действительно большой, большая доля затрат, которая уходит именно на бочки, потому что со временем так или иначе бочки отрабатывают свой срок. И если средний возраст бочки это примерно 60-70 лет, после этого многие бочки перестают уже работать, то есть перестают выделять в полном объеме все эти компоненты, которые нужны для конечного спирта. Тем не менее, парадоксально, есть эксклюзивные бочки, которые продолжают работать и более 100 лет. Помните, я говорил о спирте, датированном 1830-50-ми годами позапрошлого века. Так вот, этот спирт дофилоксерный до сих пор находится в бочках. Да, действительно, запасов бочка этого спирта осталось очень немного, поэтому это драгоценные капли, которые добавляются в Ричард Хеннесси, в наш эксклюзивный ассамбляж. Если бочка отработала, то, несомненно, для сохранения ОДВи переливают дамжаны в стеклянные бутыли, в которых продолжается сохранение коньячного ОДВи. Поэтому выдержка и развивается спирт только до тех пор, пока он находится в дереве. Как только спирт попадает в стекло, будь то дамжан или этот спирт берется для составления ассамбляжей, возраст и его развитие останавливается. начинается просто сохранение. Поэтому, надеюсь, все профессионалы, но очень часто на тренингах тоже встречается такой вопрос, вот если я куплю коньяк 20-го года выпуска, у меня будет, я могу сказать, что его возраст уже больше 100 лет. Нет, он также останется тем возрастом, который указан на этикетке, или молодым, трехлетним, или, может быть, даже экстра old, но вот эти года, когда он был розвит в бутылку и потом сохранился до наших дней, конечно, не прибавляются к его вытяжке и это сохранение. Просто почему винтажные выпуски любого бренда стоят дороже намного, это просто дань истории, это возможность попробовать коньячный коньяк Энуси, который был выпущен в 20-х или 30-х годах. Ну, кто был, может быть, в Лондоне в отеле Совой, в баре отеля Совой, да, вот их визитная карточка, это как раз большая коллекция винтажных напитков и даже в меню есть отдельный раздел винтаж коктейлс, то есть все коктейли готовятся на основе исключительно винтажных напитков и, ну, самый дорогой Сазирак 5000 фунтов стоит коктейль, готовится на оригинальном Сазирак де Форже, да, то есть коньяки датированы 1858 годом. Вот, что интересно, забавно, для многих коктейлей есть примечание стоимость, ну, локал прайс, то есть в зависимости от того, какой винтаж, например, какого-то, может быть, Чинзана, Кампари, какого-то Джина на данный момент присутствует в баре, отсюда и будет определяться стоимость, например, этого Негрони. То есть он может варьироваться от там 50 до 150 и выше фунтов за этот коктейль. Интересная фишка, вот, используется и, конечно, ну, немногие покупают этот коктейль, и такая забавный момент, конечно, больше заказывают гостей обычные, например, Негрони, но открывают меню на разделе винтаж коктейль, ставят свой Негрони и потом всем делится фотография, что они пьют винтажный Негрони и могут себе позволить коктейль за 300 фунтов, к примеру. Ну, это такие небольшие отступления, опять же, про коктейли, потому что мы еще несколько раз будем затрагивать и в том числе тему коктейлей. Почему выдержка? Это, можно сказать, один из самых важных аспектов в производстве коньяка, потому что именно трансформация ОДВИ бесцветной прозрачной жидкости, да, она обладает определенными вкусовыми ароматами, ароматическими в зависимости того, с какого места, с какого виноградника произвели. Да, тем не менее, большую часть, ну, многие говорят, 80-90% всех вкусов и всех ароматических вкусовых нот ОДВИ дает именно выдержка в бочке. Это сложный химические процессы, которые протекают в момент созревания коньячных спиртов. Это полное взаимодействие ОДВИ с танинами дуба, да, постоянное взаимодействие с воздухом и, конечно же, потеря, знаменитая доля ангелов, 2% в среднем, 2-3% в год примерно испаряется из каждой бочки. Всего лишь 2-3%, но доля ангелов коньячного дома Хэннси составляет ежегодно более 2-х миллионов литров. Поэтому мы всегда шутим, что действительно в погребах дома Хэннси живут самые пьяные ангелы в мире. Ну и главные особенности дома Хэннси это то, что мы получили, к примеру, любой коньячный дом собрал виноград, получил ОДВИ, провел выдержку в зависимости от ассортимента бочек, времени затраченного и меняется ассортимент этих ОДВИ. Но теперь нужно создать единую картину, создать шедевр, то есть взять разные краски, как вот художник пишет картину, он берет краски и на палитре начинает их смешивать, чтобы достигнуть действительно непередаваемого и характерно только для этого художника стиля, оттенка, свою краску, свой оттенок. Он смешивает эти спирта, достигая идеального баланса, идеальной гармонии. Так вот, поэтому важную роль в приготовлении коньяка, потому что коньяк это не продукт с одной бочки. Этим увлекаются, например, производители армоняка, это винтажные очень часто напитки, да, и очень многие именно за это ценят армоняк, что есть возможность купить армоняк, например, винтажа своего года рождения, да, ну, который раскрывает вкус и особенности конкретного года. А так год от года разный, поэтому и винтажи даже одного производителя всегда отличаются. У коньяков же это всегда постоянство. Именно это визитная карточка любого коньячного производителя. Отсюда именно армия поклонников того или иного бренда, потому что на протяжении уже там 100, 150, 200 лет есть поклонники именно Hennessy Very Special или Hennessy VSOP. И вот, чтобы достигнуть этого постоянства, как раз для этого нужен мастер ассамбляжа, мастер-хранитель погреба. У этого человека очень много таких званий, титулов в коньячном доме. История, тот, кто отвечает за создание или смешение рецепта каждый год наших ассамбляжей, наших коньяков. И отличительная черта коньячного дома Хеннесси с 1700 года, когда впервые на коньячный дом Хеннесси пришел работать мастер винодел из семьи Филью. И на протяжении уже восьми поколений по сегодняшний момент именно семья Филью становится, и представители этой семьи становятся главой нашего знаменитого дегустонного комитета. Каждый член дегустонного глава работает на протяжении нескольких лет, а то и десятков лет, воплощая из года в год наши коньяки. Конечно, у него еще есть семь помощников, которые создают наш знаменитый дегустонный комитет. Есть такое правило, ну, легенда еще одна красивая в коньячном доме Хеннесси, что новый член дегустонного комитета не имеет права голоса на протяжении нескольких лет, то есть, считается, что, независимо из того, пришел ты работать уже, имея за плечами, ну, огроменный опыт работы, может быть, в других коньячных домах, или ты создавал парфюмы, да, как Оливье Полт, один из таких известных наших членов дегустонного комитета, действительно, человек, которого приглашают на самые престижные конкурсы спиртных напитков, человек, который начал работать в коньячном производстве с 12-летнего возраста, потому что у его семьи была собственная дистиллерия, и, как он шутил, именно в 12 лет он впервые решил во время дистилляции, когда родители оставили его следить за процессом, внес первые свои коррективы в производство Оливье Полт также работал в парфюмерной промышленности, и до сих пор в продаже есть парфюмы, которые создавал этот человек. И поэтому, действительно, работа дегустонного комитета это не только сродни работе художника, но и работы, действительно, великолепного парфюмера. Мы смешиваем различные ароматы, стили, проявления наших Оливье, в единую гармоничную картины. Повторюсь, уникальный момент это одна семья, которая передает искусство это внутри своей семьи. И в то же время конячий дом Хеннесси это один из немногих конячих домов, который действительно до сих пор является семейным домом, и во главе дома также стоит и прямой потомок Ричарда Хеннесси. На сегодняшний момент это восьмое поколение Моррис Хеннесси, который является лицом и глобальным таким амбассатурным Модором бренда Хеннесси по всему миру. И вот это искусство ассамбляжа и искусство нашего дегустованного комитета, это в первую очередь это, конечно, отобрать ОДВИ в зависимости от их происхождения, провести выдержку, потому что постоянный мониторинг процесса выдержки спиртов, и, конечно, сделать ассамбляж, то есть смешать эти ОДВИ. Если мы говорим об отборе, здесь во главе три важных фактора. Во-первых, важно, как мы уже говорим, место производства, зависит, какая земля, в какой винограде, качество полученных ОДВИ, они тоже имеют определенную классификацию, но самый главный критерий, это, конечно, потенциал. Это то решение, которое принимает дегустационный комитет, сколько тот или иной ОДВИ будет проходить выдержку в бочках. И, возможно, они уже заранее могут предусмотреть, что какой-то ОДВИ максимально будет выдерживаться в бочках лишь три года и станет, скажем так, основой Hennessey Warris Special. А какой-то останется в бочках до 50 лет, и мы будем следить за его развитием, и лишь спустя 50 лет он достигнет своего идеального расцвета и максимальной выраженности вкуса и характеристик. И, как уже говорил, действительно созревание, медленное созревание, которое как раз и вносят в аромат и во вкус коньячных ОДВИ большую часть всех вкуса ароматических нот. И повторюсь, коньячный дом Hennessey это самый большой владелец и самый большой запас коньячных ОДВИ в мире. И, конечно же, в конце ассамбляж это синергия, это действительно максимальное проявление гармонии, это смешение разных по возрасту, характеру и стилю ОДВИ в единую картину наших ассамбляжей. Но если говорить более подробно о нашей линейке, то флагман линейки, конечно, Hennessey Very Special. Более половины всего коньяка Hennessey по продажам занимает как раз этот ассамбляж вообще доля рынка коньяков Hennessey это примерно 48 процентов. То есть практически половина всего коньяка, который продается в мире это коньяки дома Hennessey. Если Hennessey Very Special это как раз визитная карточка нашего коньячного дома. Это прямой потомок знаменитого Hennessey 3 звезды. Это ассамбляж около 40 различных ОДВ. Это всегда насыщенность мощь. Это всегда свежие яркие мощные вкусы и ароматы. И почему мы говорим, что это не просто флагман? Это яркое проявление стиля дома Hennessey. У каждого коньячного дома есть свой стиль. То есть примерно общая картина какие по вкусу ароматическим качествам их коньяки. Стиль дома Hennessey вы всегда легко запомните, посмотря на часть нашего фамильного герба. Рука в рыцарских латах, которая держит алебарду. Знаменитая брасарме часть фамильного герба семьи Hennessey. Именно она взята в том числе за символику за герб коньячного дома Hennessey. И даже если кто-то из вас не разбирается довольно сильно в геральнике, то посмотря на этот герб мы легко запомним, что это действительно символ мужественности, силы, напора, отваги. Вот почему большинство коньяков Hennessey это действительно сильный, насыщенный, мощный. Во многих ассамбляжах вкус доминирует и каждая нота довольно сильно проявляется. Очень часто я встречал даже выражение, что коньяки Hennessey это исключительно такие коньяки мужского характера, мужского стиля. Хотя повторюсь, деления на мужские и женские нет ни в коньяках, ни в других напитках, ни в коктейлях. Это просто такое условное обозначение, что действительно мощь, напор, сила это слова, которые характеризуют больше мужское начало. цветочность, фруктовость, женственность, вернее, гармония, может быть. Это больше слова, которые характеризуют женский тип. Действительно, яркий, живой ассамбляж доминирует ноты свежих кислых фруктов, ореховая послевкусие, очень сильна нота дерева, дуба, с оттенками жженого дуба. Конечно, большое проявление ванильных нот, потому что, повторюсь, все ОДВ, которые используются для ассамбляжа Very Special, берутся исключительно из новых бочек. В том числе, коньяк, этот Very Special идеален в чистом виде, идеален в составе различных коктейлей и в подаче со льдом. Именно идею употребления коньяка со льдом в коньячный дом Хеннесси, ну, не первый, кто, скажем так, стал внедрять, были другие коньячные дома, кто и уже говорил, что давайте коньяк, ломаем стереотипы и будем пить коньяк со льдом, да, или сильно охлажденным. Тем не менее, то, как, насколько вкладывают именно в эту концепцию коньячный дом Хеннесси, на сегодняшний момент не делает ни одна, ни один другой коньячный дом, действительно. Мы очень большое внимание уделяем именно подаче вонзерокс. Это и современная тенденция, да, и популярность такой категории, как виски, и очень многие предпочитают виски именно вонзерокс, да, и привлечение, может быть, молодого поколения, которые не хотят пить напитки с такой классической историей, с классическим имиджем, кожаное кресло, обязательно, диджестиф, сигара, и где-то возле камина. Действительно, и вот Хеннесси Very Special это как раз возможность по-новому вообще посмотреть на категорию такого напитка, как коньяк. И правило о том, прямо на большими буквами написано в нашей академии, что как пить, как наслаждаться коньяком Хеннесси. И у нас написано, для этого у нас существует лишь одно правило, пейте коньяк Хеннесси так, как вам нравится. Отсюда и такая тенденция, и уже мы не боремся, и в принципе никогда не боролись и не были противниками именно сочетание Хеннесси Very Special с лимоном. Традиция, которая действительно очень сильна в России, в странах СНГ. И именно ассамбляж Very Special идеален как раз по сочетанию действительно с такими более агрессивными компонентами, с более агрессивным пейрингом, как лимон, как свежее яблоко, свежая кислотная груша, действительно создают непередаваемые вкусовые ощущения. Ну и в конце мы говорим о Very Special. Это все-таки не молодой коньяк, это не трехлетний коньяк, как многие думают. Действительно, если взять средний возраст всех 40 лодовий, которые находятся в его составе, то их возраст составит в среднем 6-8 лет. Помним опять же эти архивные документы, помним историю и прообраз знаменитой Хеннесси 3 звезды. Хеннесси в SOP первая категория, которая появилась в мире. А коньяк, созданный по спецзаказу. Коньяк, ломающий стереотипы. Дело в том, что если я сейчас говорил о всей линейке в общих чертах дома Хеннесси, то в SOP это как раз отличительная черта. Дело в том, что очень многие говорят, что в SOP больше приближен по вкусу к южному типу коньяков. Мягкие сухофрукты, большая нота специй, пряностей, мягких, спелых фруктов, гармоничный, сбалансированный, структурированный, не такой мощный и проявляющий, как Хеннесси Вари Спешл или такой мощный, как Экстра Волт. Почему в SOP выделяется из нашей леники? Все очень просто. Вспомним, как он создавался. Если Вари Спешл, Экстра Волт, Паради, Паради Империал, Ричард Хеннесси, это Хеннесси, которые создавали по своему видению, по своей идее наши мастера ассамбляжа, то есть это было их видение, их идея, то как был создан в SOP? В SOP был создан по заказу. Мы воплотили просто пожелания английского короля. Для этого использовали исключительно старые бочки, которые как раз и дали эту мягкую гармоничность и сбалансирность. Возвели ноту сухофруктов с такой доминирующей нотой особенно чернослива, ванили, корицы, гвоздики, даже анисовые ноты на очень высокий уровень. Очень многие даже говорят, что Хеннесси в SOP это спайси коньяк. Действительно многие складывают ощущения, кто наслаждается именно этим ассамбляжем, как от дегустации паназиатской кухни. Вот это вот Женя, которая в случае с Very Special на нашей рецепторы оказывает действительно большая нота именно спирта, то в SOP Женя ассоциируется именно с остротой острых блюд в азиатской кухне. Вот почему именно в SOP занимает первое место в Юго-Восточной Азии среди продаж коньяков Хеннесси. Вот почему именно для Восточной Азии мы даже Хеннесси Very Special трансформировали, сделали эксклюзивный особляшка класса VM. Опять же разновидность Very Special, но с увеличенной долей специй и пряности. И я сейчас живу в Средней Азии действительно у нас этот факт подтверждается в SOP занимает действительно лидирующие места и на большинстве дегустации очень многие дают предпочтение именно этому коньяку, потому что в том числе он ложится хорошо и на кухню Средней Азии, на нашу казахскую кухню, которая тоже в том числе любит использование специй и полотелых насыщенных блюд, что хорошо сочетается с такими гармоничными мягкими нотами Hennessey в SOP. Для его создания мы смешиваем уже порядка 60 различных ODEV и средний возраст которых уже достигает 15 лет. На это действительно каждая наша категория примерно в два раза старше, чем регламентирует и трактует закон производства коньяков. Ну и конечно же Hennessey Extra World. пожалуй это лучшая гордая часть портфеля дома Hennessey. Это яркое представление каким должен быть коньяк в идеале. И если кто-то запомнил год, первый год появления Hennessey Extra Old, то действительно в этом году мы отмечаем 150 лет создания этого знаменитого ассамбляжа. Первого ассамбляжа категории Extra Old в мире. Действительно лучшие и великолепные спирта и запасов из погребов дома Hennessey. Возраст многих достигает 30-35 лет. Это ассамбляж более 100 различных ОДВ. Хенеси Таким образом создается уникальная палитра и гармония вкусов и ароматов. Она очень сложная. Профессиональные дегустаторы говорят, что в Hennessey Extra Old можно выделить более 126 различных вкусовых ароматических нот. Но что характерно, 7 основных ощущений, которые вы испытываете от употребления и от наслаждения Hennessey Extra Old это его визитная карточка. Это и сильные древесные ноты. Это конечно же и ноты жженого дуба, ноты огня. Это согревающая мягкость. Это конечно же нота шоколада, которая очень сильно доминирует и проявляется в этом ассамбляже. Это конечно же и специи, пряности. здесь на первое место выходит черный перец. И очень часто это именно шефы с кухни, которые присутствуют на тренингах. У нас был проект в прошлом, позапрошлом году. Это как раз вечера посвящены Extra Old, куда мы приглашали всех практически шефов в той или иной страны, семь стран. Приезжали мишленовские шефы. И вот на этих тестингах практически все шефы очень быстро улавливают, когда ты спрашиваешь о нотах, о специях, говорят черный перец. Для многих это трудно, но возможно действительно именно шефы часто работают именно с этой специей, с этой пряностью, поэтому для них это хорошо знакомо. Как ни парадоксально, очень часто официанты могут тоже действительно говорят на вопрос, какая специя пряности, говорят черный перец. Согласитесь, очень многие официанты больше, чем вармены, чем кто-либо другой, работают с большой перечницей, да, и добавляют во многих ресторанах черный или там белый перец по пожеланию гостей в их блюда. И вот эта вот гармония шести основных вкусов, которая действительно проявляется в уникальном бесконечном послевкусе. Здесь слова как бесконечное послевкусие, ощущение от наслаждения коньяком Hennessy Extra Old у вас вас преследует ну не меньше получаса после его употребления. И все эти ноты трансформируются, меняются, трансформируются, раскрывая какие-то новые грани, новые уголки. Недаром вот кто зашел чуть пораньше подключился к нашей к нашему тренингу, если останется будет вопрос кому интересно. В позапрошлом году Ридли Скотт известный действительно режиссер американский, который снял очень много известных блокбастеров, которые уже чуть ли не относят к классике американского кино, снял действительно уникальный ролик, это было такое великое возвращение этого режиссера в кинематограф. Он очень долгое время, последнее время не снимал фильмы, но для дома Хеннесси он сделал исключение. Он снял пускай рекламный ролик, но вот именно этот рекламный ролик показатель слова профессионализм. Если мы говорим конячий дом Хеннесси, это профессионал в изготовлении коньяков, вы как барменные возможности профессионалы в приготовлении коктейлей, в обслуживании своих гостей, то действительно Ридли Скотт это мастер своего дела, вы понимаете на то, насколько даже снять кино тоже нужно уметь к этому нужно подходить творчески, для этого нужно иметь талант. Этот ролик, который он обыграл, что каждый вкус коньяков Хеннесси Экстра Уолт это отдельная планета. Шесть планет, которые летают в бесконечном пространстве Вселенной, которая называется Вселенная Экстра Уолт. И целая эта Вселенная шестью планетами находится в каждой капле, которая находится внутри каждой бутылки Экстра Уолт. Действительно мощный, такой проникающий, прям берущий за душу ролик, можно наслаждаться как полноценным блокбастером. Ну, вот пандемия, да, вот такие условия, коронавирус, ограничения, сейчас немножко, конечно, внесли корректиров в наши программы продвижения. Мы хотели в марте месяце запустить уникальный диджитал проект, то есть специальное приложение, которое можно установить на любой телефон, будь то айфон, там, андроид, да, и создавать свои рекламные ролики. Вот главные такие действующие герои из этого ролика, из этого фильма, коняк Хеннесси, это огненная планета, это шагающие великаны, это планета специи, вы потом посмотрите, живые деревья, и вот эти вот графические элементы вы можете добавлять в свои видео, в свои ролики, которые вы снимаете просто на телефон, тем самым создавая свою вселенную, свой уникальный какой-то опыт, свои какие-то интересные фильмы, можете делиться потом ими показывать и как-то проявлять, действительно, кто-то из вас может быть тоже впоследствии станет и как известным, известным фильммейкером. Конечно же, наслаждением Хеннесси Экстра Уолт это чистый вид, это, конечно же, сочетание с фудпэрингом, сопровождение с хорошей закуской едой, но повторюсь, и в СОП ассамбляж это, пожалуй, один из самых пэринговых коньяков, Экстра Уолт может быть и как полноценное сопровождение к различным блюдам, но его мощность настолько сильна, что к нему достаточно и небольшого сопровождения в виде сигары, шоколада, какого-то небольшого фингерфутса, где, опять же, вы будете получать максимальное наслаждение от самого коньяка. И в то же время, даже для подачи и наслаждения Экстра Уолт наш дом продвигает и подачу Онзер Уолт. Как ни парадоксально, в этом, если для Вэри Спешл мы скрадываем его силу, напор, мужественность, ну, я бы сказал, также спиртуозность, то для Экстра Уолт это же, это, конечно, вот, снижение его напористости, его мощности. Очень часто говорят, что Экстра Уолт настолько хорош, что его, в принципе, невозможно выпить много. Он очень насыщенный, он очень яркий, сильный по своим вкусам и ароматам. Вот, лед как раз и позволяет сделать эту насыщенность довольно мягкой и сбалансированной. И два традиционных способа, это подача в роксах, ну, мы здесь рекомендуем, чтобы подчеркнуть статусность использовать дикий лед, один кусок большого дикого льда, на котором это просто и красиво еще смотрится. Или другой вариант, на который очень часто и очень популярен именно в регионе Шаранта. И те, кто из вас посетит Шато де Боналея, посетит Конячий дом Кеннесси, днем вам всегда подадут Экстра Уолт исключительно в таком виде. Винный бокал, обычный кусковой лед и Экстра Уолт. Таким образом, лед очень быстро разбавляет наш коньяк и по ароматике, по вкусу в напиток начинает нам напоминать знаменитый Пино де Шаран, такая, как бы, может быть, еще одна визитная карточка региона Шаранта или, как многие говорят, городка коньяк. Да, действительно очень ароматный, фруктовый, да, скажем, такой винный аперитив, которым в летнее время днем очень прекрасно наслаждаться. Если говорить, конечно же, о нашей экстра-престиж линейке, то это Хеннесси Паради, созданный в 79-м году как символ великолепной симфонии, как символ, может быть, симфонического оркестра, под тем же самым принципом, как композитор пишет симфонию, как дирижер собирает симфонический оркестр, мастер ассамбляжа Ян Филью в 79-м году, будучи большим поклонником классической музыки, воплотил вот эту любовь в ассамбляже Хеннесси Паради. Старейшие спирта дома, каждый спирт отбирался действительно как вот нота или как свой музыкальный инструмент. Есть сильные духовые, да, или такие напористые, мощные барабанные, да, есть очень мягкие струнные или совсем нежно-цветочные, как флейта. Это действительно ассамбляж категории вкуса гурме, действительно высокого вкуса. Он очень чувствный, очень чувственный. Это действительно гармония в максимальном проявлении. Это цветочные ноты, это ноты засахаренных фруктов, да, небольшого орехового послевкусия, небольшие ноты, в том числе и свежих фруктов. И все это вот так плавно у вас перетекается и действительно складывается в идеальную гармонию. Хеннесси Паради империал, да, это не разновидность Хеннесси Паради, как многие думают. Это абсолютно другой ассамбляж. Повторюсь, в 2011 году, помню, вот тот, беря во внимание нашу историю и создание императорского ассамбляжа, мы решили создать ассамбляж, который бы действительно был достоин любого короля, любого императора. Мы отобрали не просто лучшие ОДВИ, мало того, каждый ОДВИ отбирается самым тщательным образом. Для, чтобы попасть в состав Хеннесси Паради империал, придерживается используется правило отбора лишь 10 из 10 тысяч. То есть лишь 10 ОДВИ из 10 тысяч образцов достойны стать частью Хеннесси Паради империал. После этого каждый отобранный спирт, а их в ассамбляже опять же около ста, начинает проходить медленное созревание в бочках до достижения так называемого пика элегантности, максимального своего развития в бочках. Поэтому это ассамбляж разных по возрасту спиртов, которые отобраны с максимальной четкостью и точностью, да, и каждый спирт из отобранных достиг своей элегантности. Поэтому Хеннесси Паради империал это не броский ролекс, да, такой золотой, показательный, как вот богатство. Это сравнимо с элегантным дорогим костюмом, с очень дорогой машиной, где действительно неброские цвета, отделка деревом или благородной кожи, да, швейцарские дорогие часы, которые штучно собираются, да, каждая деталь на своем месте. Даже декантер символизирует эту точность отбора, добавленный символично граней, каждая грань символизирует свою вкусовую ноту. И мало того, даже крышка на декантеры это не что иное, как действительно прямое воплощение опять же нашей эмблемы, нашего брасарме, нашей алебарды, вот этого лезвия алебарды, которая находится на брасарме. И мы говорим, что Хеннесси Паради Империал обладая мощной ароматикой, да, непередаваемой мощной ароматикой и вкусом, попадает на ваши рецепторы, да, точечно, элегантно, четко и взрывается просто фонтаном вкуса в ваших рецептах. Действительно изысканное наслаждение коньяк, который достоин стать гордостью любой коллекции, да, любого хорошего бара, любых, да, действительно гостей, которые понимают, что такое коньяки, что такое качество, четкость и престиж. И, скажем так, в ответ некоторым производителям, которые позиционируют, что, например, их ассамбляжи создаются смешением более тысячи различных ОДВ. Дом Хеннесси отвечает следующим образом. Количество это не значит качество. И если мы учтем, что у нас тщательность отбора 10 из 10 тысяч и в наш состав попали 100, но самых лучших, которые образно взяты из более миллиона, 10 миллионов образцов, да, и стали частью Хеннесси Паради Империала. Ну и, конечно же, Ричард Хеннесси или Ришард Хеннесси на французский манер, да, как говорят французы, жемчужина в нашей короне, именной коньяк в честь основателя, как дань выражения нашему основателю, да, как максимальное проявление вообще всего нашего опыта, опыта в производстве ОДВИ, опыта в производстве в искусстве выдержки, опыта в искусстве ассамбляжа, да, все это в полной мере воплощается в знаменитый Ричард Хеннесси. Да, и главная особенность, что здесь действительно старейшие спирта и лучшие спирта дома, да, многие имеют его возраст и более 60 лет, но обязательно в каждой бутылке, в каждой декантере присутствует небольшая часть те драгоценные капли дофилоскерных спиртов, датированных 1830-1850 годом из винограда Фольбланш, винограда, которого, ну, того именно винограда дофилоксерного уже не будет существовать в мире, и поэтому эти ОДВИ, это возможность попробовать то, что еще сохранилось, но то, чего не будет больше никогда. И на вопрос, что будет, когда закончатся эти спирта дофилоксерные, дом Хеннесси отвечает, что, возможно, скорее всего, мы, не будет больше именно ассамбляжа Ричард Хеннесси, может быть, будет его другое воплощение, другая вкусовая палитра, другой ассамбляж, потому что именно сейчас, на данный момент, Ричард Хеннесси, это как раз визитная карточка, редкость, уникальность, именно максимальное воплощение всего нашего искусства. И поэтому есть возможность еще приобрести, сохранить для, ну, не себя, так хотя бы потомкам, действительно передать вот, действительно, такой замечательный ассамбляж. Как я всегда говорю, и барменам, официантам, сам вырос из бара, да, и понимаю, что я бы с удовольствием тоже в свое время наслаждался Ричардом, да, но не имел такой возможности. И трансформируя выражение, что, чтобы наши, скажем, пожелания совпадали с нашими возможностями, я всегда желаю всем барменам, официантам, говорю так, мне не важно, чтобы вы продавали много Хеннесси Паради Империал или там даже Хеннесси, например, Экстра Уолт. Продавайте много Хеннесси Вэри Спешл, но продавайте его столько, продавайте его так, чтобы придя домой, вы открыли свой личный бар, достали бутылку Ришара, налили себе и сказали, хороший сегодня был день, хорошие гости, хорошие чаевые. Действительно, именно наша работа, наш опыт, наш профессионализм как раз и определяет наше благосостояние, это не секрет, это основа нашей работы, работы барменов, да, и поэтому, ну, всегда проводить тренинги в онлайне, конечно, замечательно, но нету большего эффекта от наслаждения великолепными коньяками Хеннесси, и я надеюсь, что, может быть, кто-то что-то узнал новое, кто-то заинтересовал по-новому взглянул на коньячный дом Хеннесси, действительно, проникся нашим духом, идеей, нашим мастерством, стал хоть в теории каким-то поклонником нашего коньяка, и когда все закончится, когда все стабилизируется, вы все это воплотите в свою работу, ваши гости будут довольны всегда вашим предложением для них именно о коньяках Хеннесси, ну и будет возможность всегда с радостью вон, как говорится, в реале тренинги, ну, ребят с Казахстана, кто присутствует, буду и старался, и буду стараться, конечно, чтобы какие-то тренинги, просто беседы, дегустации проводились в реальности, чтобы наслаждались, знакомились с коньяком Хеннесси, с радостью, может быть, буду и в России, где-то мы увидимся на тренингах, ну и, конечно же, не вижу просто здесь, не здесь, полистать, ну, наверняка, может быть, даже кто-то лично знаком и с брендом Массадорами и Мэтт Хеннесси именно на российском рынке, Альхан Молхозов, Михаил Визгунов, да, и действительно, кто-то бывал, может быть, на их тренингах, и теперь, если вы где-то услышите, увидите, да, надеюсь, вы с радостью попадете на их тренинги, потому что они могут рассказать что-то новое дополнительно и о наших брендах, ну и, конечно же, возможность попробовать и насладиться нашими коньяками. Ну, в принципе, у меня на все, на сегодня такая вся информация, если мы говорим о всей линейке, да, вот я немножко, как бы, эксклюзивные наши коллекции, ну, за единственным исключением, как Джеймс Хеннесси, очень долгое время это был ассамбляж исключительно для сегмента Дути Фри, но с прошлого года он представлен и продается уже полностью на российском рынке, у нас, к сожалению, его нету. Ассамбляж названный в честь первого сына семьи Хеннесси, в честь сына Ричарда Хеннесси, которого звали Джеймс, на французский манер Джак, да, именно его заслуга в официальной регистрации, такой именно в Лондоне торговой марки, как Хеннесси, и Джеймс Хеннесси был практически первым негласным амбассадором, первым камин-воиджером нашего бренда, буквально самолично ездил по многим рынкам, представляя и запуская продажи коньяков Хеннесси на многих рынках. Именно вот эта вот идея воплощения никогда неуважения отразилась в ассамбляже Джеймс Хеннесси. И именно поэтому первоначально он продавался в Дути Фри, как коньяк, путешествия, да, там, поездки, а именно эта тоже концепция была заложена в этот ассамбляж. Тем не менее, сейчас он представлен на российском рынке, да, пюр-уайт, светлый наш, очень ароматный, фруктовый, действительно идеальный, ни одна девушка, кто пробовал, кто бы сказал, которая говорила, что она не любит и не пьет коньяк, после того, как пробовала пюр-уайт, говорила, откуда вы взяли такую вкуснотищу. Да, поэтому, ребята, бармены, просто, кто хочет удивить свою девушку, вот, найдите, поищите именно этот ассамбляж. Ну, и, как бы, несколько других эксклюзивных изданий, которые выпускаются именно раритетно, как мастер-блендерс, то есть, опять же, просто выражение искусства ассамбляжа того или иного главы девушционного комитета. Да, появление на рынке, ну, первоначально на китайском рынке категории XXO, да, это более старая категория, потому что, опять же, повторюсь, система классификации имеет всего лишь три официально зарегистрированные классификации, Very Special, SOP и Extra World, несколько подразновидностей, да, и поэтому изменение структуры вот внесло в ответ как и обозначение XXO. И я не знаю, действительно это так, потому что я тоже не все знаю, ну, на самом деле, в Шаранте, да, как, наверное, в Шотландии, где производят сингл-молт, и, да, может быть, и в других странах, как в регионе Шампань, понятия конкуренции как бы, как таково не существует. В регионе Шаранта, в городке Коньяк, есть очень много фактов, примеров из истории любых домов о сотрудничестве, о взаимном таком уважении, дополнении, да, и это эпоха Второй мировой войны, когда дома шли, работали сообща, и помогали прятать наиболее ценные старые спирта того или иного дома в подвалах абсолютно другого дома, тем самым они, скажем так, сохранили запас этих старейших спиртов во время экспортирации фашистской Германии всех спиртных напитков, всех спиртов на нужды Германии. Что ни парадоксально, вы удивитесь, даже коньячные спирта, которые забирались в городке Коньяк, в регионе Шаранта, использовались не как там напиток для солдат, а как трансформировался и перерабатывался в топливо для танков, для, скажем так, различных автомобилей и машин, потому что немецкая армия была очень моторизированной, поэтому топлива нужно было много. Вот, и поэтому нет понятия конкуренции, и буквально в прошлом году, в очередной раз, побывав в городке Коньяк, мы пошли с экскурсией на такой извеченнейший коньячный дом, очень я его уважаю, и дело в том, что и даже амбассадоры и здесь, в Азии, и потом ребята, которые сейчас работают в России, то есть, действительно, очень большая связь, дружим, общаемся, и вот даже придя с визитом в коньячный дом Мартель, они знали, что мы представляем дом Хеннесси, тем не менее, нам полностью рассказали о многих вещах, показали многие вещи, которые, ну, как многие считают, секретные, и вроде бы, о которых не принято говорить, и об особенностях перегонных, скажем так, кубов, у них свой, свой аламбик, и с использованием, в том числе, вина с осадком, как бы не парадоксально, и вот главная такая немножко шутка, в конце, когда мы сидели, наслаждались коньяками Мартель, в том числе, да, на вопрос, вот, Мартель, у них тоже есть линейки XXO, и когда мы сказали, когда вы ввели эту позицию на рынок, они сказали, а это был ответ как раз на вашу, говорит, на ваши изменения в регламенте классификации экстра олд, то есть, как только Хенеси изменил, добился изменения регламентации касательно выдержки экстра олд, у Мартеля появилась выдержка XXO, как такое, говорит, это наш был ответный ход, ну ладно, у вас будет XO, вы будете считаться прародителями от экстра олд, у нас будет XXO, тем не менее, у коньячного дома Хенеси тоже есть такая выдержка, поэтому, говорю, это шутка, но это то, что мне сказали в Мартеле, не буду, скажем так, утверждать, действительно ли это так, нет, можно спросить у ребят, которые представляют дом Мартель, как раз, может быть, будет повод, да, ну это действительно, я вам передаю те слова, которые были сказаны нам в коньячном доме Мартель, вот, это то, что касается коньячного дома, да, ну тут на подсказка, действительно, как я уже сказал, со многими уже дружим, общаемся, пока еще карантин введен, в наших странах продлен до 11 мая, надеюсь, рано и поздно закончится, но всегда буду рад, добавляйтесь в друзья, со многими, может быть, уже дружим, да, какая-то информация о тренингах, о постах, в том числе, может быть, как раз, вот, с бюро прокачки, со Славой Зацепиловым, с ним давно. Да, Леш, я хотел взять с тебя обещание, что ты еще раз у нас проведешь тренинг, ну, как показывает практика, по другому продукту, по любому продукту, большой молодец. Я сейчас скажу шутку, можно, да, у нас все-таки такая негласная, сегодня мне приходит как раз вот сообщение от Славы, когда он меня поставил, в том числе, ведущим на завтра вебинара по Башмолсу, да, я так очень удивился, говорю, конечно, я вам что-то могу рассказать про него, но потом он быстро его отменил, вот, действительно,